Когда мы попадаем в какую-то новую ситуацию, или чем меньше времени до выступления, или до важной встречи, вот это время сжимается, напряжение растет, потому что перебор решений, что нам надо делать, что говорить, ускоряется, и в какой-то момент зависание происходит, как в компьютере. А когда мы тренируемся в состоянии безмятежности, то есть когда мы научаемся выходить на ноль, когда мы научаемся эмоционально обнуляться, то у нас появляется ощущение уверенности в себе, потому что мы в любой обстановке можем вспомнить это нулевое состояние, эту нирвану, так сказать, или дзен, или состояние, ну много названий, там психическая релаксация, аутогенное погружение и так далее. Фанала, например, там много разных названий, но суть одна. Это эмоциональная отрешенность. Когда ты одновременно и участник событий, и в то же время его свидетель. Ну, когда ты вышел из задачи, как в теореме Гёделя, вышел из задачи и смотришь на него со стороны. И тогда ты можешь, как творец, продвигать это все лучшее. Потому что пока ты зациклен в задаче, пока ты в эмоции находишься, ты не можешь найти средство, как ее решить. Видите, как я разболтался, да? Ну ничего, вы видите, извините. Я еще пошутить могу. Ну, кстати, поскольку мы не будем скрывать, мы общаемся с моим другом Хасаем достаточно давно, да. А вы напишите, слышно нормально там или нет? От Хасая поступило задание мне перевести на понятный русский язык слово нирвана. Это достаточно, да, поскольку оно употреблено, это достаточно просто. Слово состоит из двух частей, оно древнее, индоарийское, это наш общий корень, где первая часть, которая не это отрицание, вторая часть означает дыхание. На понятный нам язык слово нирвана можно перевести как прекращение дуновения или задувание огня. То есть, когда гасятся эмоции, видимо, это очень образное слово. Очень интересно. Когда… Или можно пошутить, поиграть словами, когда прекращается сквозняк, когда мозги не выдувают. Интересно. Слушай, это очень интересно. Но я попрошу мне напомнить, одно слово, которое ты еще употребил, это слово отрешенность. Да, эмоциональное. Мы к нему, если вы мне об этом напомните, я не заговорюсь, мы к нему обязательно вернемся, оно очень важно. Еще я хочу попросить, я сейчас я оставлю, как говорится, наедине, и ты будешь говорить то, что ты считаешь нужным. Но прежде я хотел попросить тебя, напомнишь там, или я тебе напомню, в какой-то момент, почему собаки, которые летали в невесомость, в эксперименте, там же невесомость. Да, мы говорили об этом. Я снимал фильм. И какая-то связь с нирваной. Вот сейчас мы определимся. Это вот, да, это потребуется твой комментарий, как специалист. Еще я хочу показать наш логотип, школа «Человек будущего», творческая студия, научная школа «Homo Futurus». Видите, звезды над нами и космос внутри нас. Имеете в виду, как у Канта, звезды над нами и этики внутри нас. Вот это взаимосвязь, и это упражнение «Полет», вот это невесомость. И вот эта вот связь собачки в космосе, которые адаптировались к невесомости, потом, значит, человек в нирване, там тоже возникают элементы ощущения безбрежности, бесконечности, невесомости, легкости. Когда ему страх не мешает, стало быть, и тело не мешает. Когда блоки сознания и тела уходят. Так все это взаимосвязано. И совесть. Вот это все взаимосвязано. Ну, я надеюсь, мы дойдем до того, что действительно означает этот знак, это действительно совесть. Мы сегодня обязательно разберем это слово по значению его основных частей. А что касается собачек, я снимал фильм о подвиге наших ученых, которые спустя шесть лет после самой страшной войны в истории человечества в 1951 году уже отправили в космос двух живых существ. До языка и цыгана, а потом еще 48 собачек, причем многие неоднократно летали до знаменитой Белки и Стрелки. И вот этот десятилетний подвиг с 1951 по 1961 год, его удалось заснять, потому что Олег Георгиевич Газенко... Это дедушка, дедушка нашего... Я не люблю это афишировать, но на самом деле он человек был неуемный, и в так называемую боевую часть ракеты он распорядился монтировать кинокамеру. Благодаря этому мы с вами можем наблюдать доподлинно, как это превратилось в настоящий научный эксперимент. Но они же все-таки ученые. Да, основатель космической медицины. Да, и я обратил внимание на следующую картину. Камера регистрировала, как ведут себя собаки во время перегрузок на старте, и как они себя чувствуют сразу, когда наступает невесомость. Было видно, что они чувствуют облегчение. Для них это не стрессовая ситуация, скорее наоборот, после тяжелейших перегрузок. И самое интересное, что очень многих собак отправляли по нескольку раз, именно для того, чтобы проверить, как на них психофизиологически, психомоторно, эмоционально воздействует это явление, которое невозможно в длительном режиме воссоздать на Земле. Все остальное, как говорится, было можно, и вибрации, и перегрузки. А вот это, собственно, то, что тормозило дорогу человека в космос. И я обратил внимание, что все они охотно залезали в эту тесную конуру боевой части, эти собачки. Ну, за исключением одной, которая, ну, это как анекдот, собачка по кличке Смелый, она просто удрала одна из этих пяти десятков. Ее пришлось заменить просто щенком, которого не тренировали. Это известная история в моем фильме. Но я, Хасая, спросил, а что, почему они в своем решении и в своем эмоциональном отношении выбирали именно невесомость, а не тяжелейший стресс, связанный с перегрузками? Вот это, наверное, к тебе, как к специалисту. Что это такое? Ну, вот об этом мы и поговорим чуть позже. Итак, снимаем нервно-мышечные зажимы. Начинаем с ушей, как нас учит Хасай Магомедович. Всего две минуты, всего две минуты. Пожалуйста, давайте все попробуем, и вы увидите, что состояние станет легче, свободнее, а вечер потом вообще будет шикарный, и сон будет глубже, и утром проснетесь, как 20 лет назад. Так вот, начинаем с ушей. Проходим по раковине, ищем напряженные, болезненные места, и их немножко разминаем. Это есть спазмики, это есть спазмы, которые надо размять. Это первое. Уйдет всего несколько минут, но вы увидите, что напряжение снимется, и будет легче сосредоточиться, и будет легче погрузиться в тему, и будет интереснее и ярче. Так вот, уши, как говорили там в том фильме, ухи. Разминаем уши. Что-то не говоришь. Это первое. Разминаем уши 15 секунд, ищем напряженные, болезненные места, и разминаем их. Сюда же выходят тысячи нервных окончаний. Мы делаем очень фанатизм, чтобы кто-то себе ухо не сломал. Да, главное делать с удовольствием, без напряжения, без нагрузок, без болезненности, как все в ключе. Второе. Выход затылочного нерва находится в ямочках, симметрично. Очень ответственный момент. Все время в напряжении. Находим в ямочках болезненность, и разминаем тоже. А они под бугорками. Это как раз-таки где начинается шея, и заканчивается голова. Ямочки. В ямочках напряжение – это и есть спазмы. Спазмы мышечные зажимают сосуды, и за счет этого венозный отток нарушается, создается напряжение. Тревожности, беспокойство, трудность сосредоточения, после этого бессонница и так далее. Разминаем в ямочках болезненность, то есть снимаем спазмы. Следующий этап. Мы кладем руки на шею. На шею находим напряженность и тоже разминаем. Болезненность, напряженность. Таким образом мы проводим точечный, отточный массаж, улучшая венозный отток. Голова освобождается, на душе будет легче, свободней. Это вообще такие базовые вещи, после которых вам будет в любом месте сосредоточиться, при любых информациях легче. И лучше воспринимать информацию. Следующее. Угол верхний – лопатки. С одной стороны нащупываем болезненность, разминаем. Там у 80-90% людей всегда есть болезненность. А болезненность есть спазм. А спазм есть уход лишнего напряжения и зажим сосудов. И также с этой стороны, в верхний угол лопатки, в сторону шеи находим болезненность и разминаем. Как вы заметили, все это посекундно. Но вы заметите, что станет легче и свободнее. Я слушал тебя, слушал Алена. И в очередной раз себя поймал на мысли, что как профессиональный переводчик уже много лет вынужден синхронно переводить с русского на русский. Это, конечно, очень занятное мероприятие. Но я продолжаю с упорством достойного лучшего применения говорить о том, что мы не понимаем большинство слов, которые слышим и которые произносим. Мы не понимаем глубинного смысла. И многочисленные попытки, есть научный термин, этимологизировать слова, то есть разобраться с их происхождением, они приводят к большому количеству научных споров или шельмованию. Извини меня, пожалуйста, можно я тебя попрошу? Да. Вот именно с этого момента мы поблагодарим Алена. И попрошу тебя, чтобы ты именно сейчас рассказал то, что ты хочешь рассказать, а потом, когда ты расскажешь, все начнут задавать вопросы. Хорошо. Но я прошу прощения. Я тогда не буду мешать. Это маленькое было вступление. Я хотел отреагировать на слова Алена. Понимаете, когда мы все-таки понимаем корневое значение наших слов, слов русского языка, мы все начинаем видеть даже не по-другому, а гораздо более резко. Это как будто как в упражнении, показанном Аленом. Мы перед собой протерли окно. Я про форму ФАР потом еще скажу. Да. И смотрите, ну вот как пример. Ален употребил слово невесомость. Как в принципе существуют научные методы. Ну, в отличие от шимования, и, кстати, забегая чуть-чуть вперед, я попрошу вас не задавать вопросы по поводу творчества Михаила Задорнова, потому что это шоу-бизнес. Я не хочу это комментировать, а все-таки исповедую глубокон научные подходы, обремененные образованием Московского института иностранных языков имени Марии Старезе. Поэтому здесь вот момент, да, вот слово такое невесомость. А его не употребляли раньше. Это оно вошло в оборот, когда невесомость стала проблемой для освоения космоса. Ну, как интересно. А вот состояние это было описано. Да? Да. И слово это называется отвага. Что ты говоришь? Представьте себе, да, потому что ваг-важ – это весомо. Вага – это и по-немецки вага, украинская вага – это весы, вес вага. Когда говорят, что для меня человек важен, он для меня весом. От вага – это состояние человека, который обретает чувство внутренней невесомости, и в бою он как бы парит. Свободно. Это полная, да, это полная отрешенность. Еще вопрос, опять же, отрешение. Реш-рез – это корень, который описывает резать или дырявить. Отсюда решето, отсюда решка, отсюда решетка. И когда говорят, я тебя порешу, да, то есть это дырочки такие. Прореха, вот, кстати, да? Я тебе не буду мешать. Давай я встану, не буду мешать. Ну, ты нам никогда не мешаешь. Ну, хорошо, давайте я займу центральное место, раз уж пошел действительно такой разговор. Итак, существуют ключи к подлинному значению наших слов. Почему это, собственно, так важно, весомо? Переведем на понятный нам язык. Дело в том, что язык формирует картину мира. Как сказал великий Гумбольд, мы понимаем мир только через язык. Мы ретранслируем себя через язык. Знаете, вот, никто не понимает, как это случилось, как произошло так, что в начале было слово, но именно слово, услышанное от матери ребенка, начинает формировать материальную часть коры головного мозга, то есть наше сознание, то есть именно слово начинает делать нас человеком. Недаром животных называют бессловесными тварями, а вот человек начинается со слова. Есть еще одна очень интересная вещь. Где-то в районе 80-х годов прошлого века почти одновременно японские и тогдашние ГДРовские ученые, не путайте с британскими учеными, как из анекдотов, они обнаружили, что человек видит только то, что он называет в ответ словом у себя в сознании. Но представьте, у нас конус зрения, это полусфера. И, в принципе, через глаз в мозг поступает много информации. Но мы же не видим то, что находится на периферии или то, что не регистрируется нашим вниманием. Вот наше внимание видит только то, что наше сознание называет. Вот такой интересный механизм. И понимать подлинное значение слов, которые мы употребляем, это значит воспринимать окружающую действительность без искажений и общаться без искажений. Вот это очень важный момент. Потому что, знаете, я уже говорил об этом в анонсе нашего сегодняшнего вебинара. Я среди своих слушателей провел такой эксперимент. И я попросил их написать, как они воспринимают некоторые слова. Среди них были очень важные слова, термины, если угодно. Такие, как будущее, счастье, свобода, мечта. И каждый из них написал некоторое количество слов. И все эти описания были различны. А теперь представьте, 10 человек. И каждый базовые слова воспринимают по-своему. А теперь умножаем на количество так называемых интеракций в течение дня, в течение жизни. Еще раз умножаем на количество людей, с которыми мы общаемся. А если мы представим себе средства массовой информации, там произносятся определенные слова, они ретранслируются на миллионы слушателей или читателей, или зрителей. И тогда мы можем представить себе картину, что мы живем в Вавилоне после ступотворения. То есть люди просто говорят на одном языке, а у каждого свой язык. Кто-то вкладывает свое значение, кто-то воспринимает это так, как он это понимает. А дальше мы удивляемся, почему общество или человечество никак не может начать жить без конфликтов. И вся история человечества превращается в историю войн. Причем и в учебниках это все расписывается именно по датам войн. Вот мое предположение – это то, что все-таки мы оторвались от корня того, что составляет сущность человека и того, что составляет основу социального бытия человека. То есть это общение, то, что нас превращает в общество. А мы в этом обществе оказываемся разобщены. И сегодня по просьбе очень дорогого моему сердцу Хасая я попытаюсь вам дать и механизмы показать, как в принципе докапываться до этого корня, ну, возможно, и некоторые ключи. Некоторые, потому что все-таки это наука. И здесь есть такой термин – кухонная этимология. То есть выдать желаемое за действительное. На самом деле это все-таки очень научный подход. Вы простите меня за вот такое высокомерие, но я имею право посвятить этому не один год, мягко говоря. Ну, скептически оценивать то, чем завален сейчас интернет этими интерпретациями и то, что несется со сцен или из всяческих эфирных студий. Поэтому путь к себе через язык, который и составляет нашу сущность, это путь к корню слов, которые мы употребляем. Давайте еще раз подумаем, как нам важно то, что мы сегодня сейчас делаем. Важно весомо. Потому что… Да, весомо. Как весомо. Почему? Мы же… То, что близко, мы не замечаем. На самом деле мы же все общаемся словами. И от того, как, насколько мы понимаем друг друга, мы начинаем понимать и себя. Потому что сейчас все меньше и меньше, мы начинаем себя понимать. Вот как жизнь показывает. Все меньше и меньше. Потому что они говорят так, надо, другие говорят так, надо. Когда вот лавина этой противоречивой информации течет с компьютера, особенно наши дети. Вот, вот. Мы, по-моему, в начале очень хорошее направление. Ну, если так служится, что служится опять. Мы послужим этому делу. Сложится, положи, да. Вот, то я предлагаю начать в подтверждение того, что сказал Хасай. Что с нами вытворяют? Когда нам нашу исконную философию счастья подменили философией успеха. И я вас заинтригую. В среде моего общения все знакомые сначала начали спотыкаться, когда произносили это слово. А потом стали его избегать как нецензурного. Слово успех. Потому что нам удалось распаковать подлинный смысл этого смысла. У нас подменили философию счастья. Сейчас успешный менеджер, успешный человек, успешный, успешный. И вот эта философия успеха начинает нас как коррозия. Нас как общество. Нас как метаорганизм. Нас как народ. Я могу потом уже рассказать, как работает это слово с его подлинным исконным смыслом. Это страшно. Это реально страшно. Это не про страх, который должен напугать и обездвижить. Это про страх, который должен предупредить как страшно. Я в данном случае готов на себя взять эту философию. Отлично. Мы тебе будем только благодарны, дорогой Роман. Спасибо. Спасибо.